Наверное, если любого из вас спросить, что вы думаете про персонажа Флэш, особенно после Лиги Справедливости, ответ будет примерно одинаковый. Это чудной, немного потешный чувак, который всего вокруг боится, но находит в себе силы на поступок, когда это нужно. И как-то получилось, что и актера, исполняющего данную роль Азру Миллера, общественность воспринимала таким же добродушным парнем. Так что тем более шокирующим выглядит видео, буквально порвавшее интернет, в котором актер попросту душит ничего не подозревающую девчонку. Неужели это в самом деле правда? Если так, не поставит ли данный инцидент крест на карьере Миллера, а заодно и скажем в фильме Флэш? Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, данный видос впервые появился в твиттере некого пользователя по имени Кайл Лампая. Кстати, данный пост уже недоступен, но этого и не нужно, ведь короткое видео тут же стало вирусным, разлетевшись по соцсетям. На нем мы видим, как человек, в самом деле похожий на Азру, говорит молодой девушке, улыбающейся ему, что-то типа, ты хочешь подраться, ты хочешь драться. При этом актер, если это в самом деле он, хватает ее за шею и валит на землю. Ну а парни, находящиеся как бы за кадром, бросаются спасать свою подругу, после чего запись прекращается. К данному посту, кстати, было и пояснение. Его автор написал, «Итак, я разоблачаю Азру Миллера, потому что он только что напал на мою подругу в баре, после того, как она в шутку бросила ему вызов. Он принял это всерьез и пришел в ярость, кинув ее на землю». Чуть позже на реддите появились комментарии и от другого очевидца произошедшего, который пишет, «Она пошутила с просьбой сразиться, и он воспринял это всерьез и разозлился». Далее на вопросы, почему же актер повел себя так, этот же пользователь ответил, «Потому что он чертов псих, который плюнул на меня и двух других сотрудников несколько раз. Он показывал ей свои шрамы от всех драк, в которых он участвовал, а она сказала, мол, я могу тебя побить. И потому что он явно идиот. После того, как мой друг и я сбросили его с нее, он стоял босиком на улице не менее 10 минут, пока вышибал и ждали, чтобы полиция забрала его». Кстати, мужчина на видео в самом деле одет довольно странно, в какой-то балахон, и не то шлепки, не то вьетнамки. Короче, такие вот дела. Еще раз говорю, что несмотря на тот факт, что общественность и мировые издания уже подхватили данную новость, на момент создания этого видео официальной информации, ну, например, о тех же властей, если актера в самом деле забрала полиция, еще не было. И все же, если этот инцидент действительно окажется правдой, последствия для Эзры могут быть самыми плачевными. Ведь пользователи соцсетей уже ополчились против него, ну, а в случае развития резонанса, актер запросто может вылететь из проекта Warner Bros., самых значимых пока что для своей карьеры. Я сейчас о фантастических тварях и, разумеется, таком долгожданном фильме Flash. Напомню, что те же Ворнеры чуть не выгнали и саги, и куда большую звезду мирового уровня Джонни Деппа. Кстати, вина актера не доказана и до сих пор, но это не помешало боссам студии практически выдворить его из своего проекта, если бы не заступничество самой Джоан Роулинг. Так что в данном случае, тем более, перспективы Эзры Миллера смотрятся не слишком радужно. И если студия Warner Bros. решит его показательно наказать, то такой поворот поставит релиз фильма Flash, предварительно запланированного на 2022 год, под очень большой вопрос, вместе с перспективами персонажа участвовать и в других проектах DC, пока, конечно, ему не найдут замену. Такие вот дела, не зная, куда там повернется данная ситуация, мы продолжаем следить за ее развитием, а вы подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, так будете оставаться в курсе. Кому было интересно смотреть, не забудьте поставить палец вверх. Спасибо всем, кто был с нами, пока-пока.